Убрать до Пасхи и вывозить мусор с Орловских кладбищ должен все тот же регоператор. Зона ответственности та же. Это место у нас в химии вывоза твердых коммунальных отходов. Все, что здесь как раз относится к этой категории. Можете пояснить причину? Да. Организация, с которой у нас заключен договор непосредственно по вывозу твердых коммунальных отходов с Троицкого кладбища, мы их вывозим по графику, которую непосредственно заявили нам они. Переполненный контейнер – это на Троицком кладбище. В качестве благотворительности на выходе стоит контейнер благотворительности. Таким словосочетанием его назвала сама Зеленая Роща. Он, к слову, тоже переполненный. Иначе ситуация только на старом Ногорском кладбище. Но и здесь глава администрации Орла нашел повод пожурить ответственных. Я понимаю, что от бедности, но не до такой же степени, Юрий Николаевич. И вам самим-то неудобно будет. Обрано, вижу, что убрали, почистили. Тут не мешало бы, конечно, гумлячиком посыпать под сухоподходные подходы. Но уж контейнер-то. Вывоз мусора в областном центре – одна из главных и долгоиграющих тем. Орловчане не перестают жаловаться Александру Муромскому в социальных сетях. Таких, как этот контейнер – десятки. Что касается контейнерных площадок, нынешнее финансирование нашей ведомственной целевой программы позволяет оборудовать 21 площадку. Сейчас УКХ завершает работу по осмечиванию, по объектной. После чего будут объявлены торги на определение подрядной организации. Но потребность несколько больше. Ямочный ремонт стартовал в Орле в начале апреля, и работа в этом направлении идет. Дыры залатали на участке свыше тысячи квадратных метров. А вот на эту, на пересечении Матросово и Наугурского шоссе, внимания не обратили. Такие ямы, которые мы сейчас увидели, на них должны реагировать незамедлительно, потому что они небезопасны для движения. И как минимум сразу же обозначать их нахождение и в течение суток устранять. Но есть и позитивный момент. Во время объезда журналисты заглянули в один из дворов по Бульвару Победы. Здесь вовсю идут ремонтные работы по благоустройству. Напомним, в этом году по поручению губернатора Орловской области программа ремонта дворов стартовала раньше обычного. Сергей Сергеев, Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал Первый областный.